Доброе утро всем! Всем хорошего продуктивного воскресенья! Мы сейчас позавтракаем. У нас в Краснодаре идет такой шикарный ливень. И поедем с дочкой все-таки на танцы. Думаю, что сегодня мы сможем это сделать. Значит, знаете что? Думала я и хочу с вами порассуждать на такую тему. Очень часто очень многие люди из Украины и из России тоже пишут мне, что я предатель жодины. Я думаю, что если я уехала с Украины, то я ее предала, если я переехала жить в Россию. То есть, по вашему мнению, если бы я осталась жить в Европе, то я не предатель. А если я выбрала РФ, то я предала страну. А теперь я хочу обратиться к женской половине населения, которая вот эти высеры все распускает. Скажите, пожалуйста, вы после того, как с Рудома вышли, для кого живете? Для себя или для детей? Потому что я живу для дочки своей. Вот у меня один ребенок, а у нее есть только я. Она кому-то нужна? Нет. Давайте будем объективными и адекватными. Она нужна только мне. Моя жизнь для меня имеет значение без нее? Нет. Тогда скажите мне, как любой нормальный, адекватный родитель, мама, женщина, как я могу повезти ребенка в страну, которой не существует по факту? В страну, с которой сделали концлагерь. В страну, которая из меня сделала европейского раба. Я пробыла с 16-го года обслуживающим персоналом европейской свиты. И белила, и красила, и унитазы мыла, и стройки строила, и фасады наводила, шубы, и откосы, и двери, и все, что на свете. Освоила кучу профессий. С 19-го года прожила безвызно в Польше. То вот вы мне скажите, пожалуйста, кто кого предал? Я предала Украину или Украина предала меня? Когда меня заставили, меня заставили обстоятельства покинуть родной дом и поехать батрачить за границу. Потому что у нас закрывали и заводы, и все на свете. У нас только пьянство и наркомания процветает. У нас в Украине ты быстрее найдешь наркотик, чем домашнее молоко. И это правда. Это та правда, о которой вы не знаете. Или та правда, которую все тщательно скрывают. Потому что обычно муха, которая летает на навозе, все время думает, что она пчела. Так вот и скажите мне, где же тут с моей стороны предательство? Спасти жизнь своему ребенку, дать ему счастливое детство. Это предательство? Откреститься от киевского режима, когда ты узнаешь, что за твои деньги убивают твоих сограждан. Я не хочу принимать участие в террористических группировках и актах по нападению и убиванию простых людей, тружеников. Я не хочу это предательство. Я не хочу поддерживать страну, которая делает искусственные пожары в Крыму, потом радуется, фотографируется, которая кошмарит Курск, Воронеж, Краснодар, Туапсе. За что вы издеваетесь над мирным населением? За что в Донецке каждый день погибают люди и страдают дети? За что разрушается инфраструктура, которая спасает жизнь? Почему с дронов скидываются бомбы на скорые помощи, на медицинские отделения, на поликлиники, на нейрохирургию? Зачем это делать? Я должна была повести ребенка в такой пидордвиж? Скажите, пожалуйста. Да горе оно ясным огнем, блядь. Этот киевский режим, это Усраина. Я оставлю в сердце в памяти то, что мне дала та страна. Потому что там я родилась. Я люблю государство свое. Но я не люблю этих пидорасов, которых они сейчас понавоспитывали, которые на Майдане напрыгали, а потом прыгали вот там вот. От Стрия до ДНР. Вот пускай сами там и живут. Если я по-вашему предатель, мне похуй на ваше мнение. Мой ребенок живет в тепле, в добре. И я каждый день что-то для этого делаю. Я подняла свою жопу и свой выбор сделала сама. Я не сидела на лавочке ждунов. Поэтому ваш высер по поводу предательства можете засунуть себе в жопу. Предают страну те, кто не боится в этой стране ничего потерять. А мне терять нечего. Я руководствуюсь жизнью своего ребенка. И интерес моей дочки на первом месте в моей судьбе.